Добрый день, меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек и сегодняшнее наше видео об очень простом, но очень важном этапе ухода за кожей, об умывании. Любой уход за кожей начинается с процедуры очищения. Здесь есть много разных способов, от обычного умывания водой до многоступенчатых вариантов. Так почему же этот этап так важен и ему уделяется много внимания? Наша кожа, а в частности гидролипидный барьер, защищает нас от воздействия окружающей среды. В течение дня частички пыли, грязи оседают на коже и смешиваются с частичками нанесенного крема и макияжа. Со временем эта смесь окисляется на коже и может вызвать раздражение, покраснение, сухость и воспалительный процесс. Поэтому этот этап так важен. На полноценно очищенной коже лучше работают уходовые средства, а макияж ложится ровнее. Здесь важно соблюдать баланс. Частое и агрессивное умывание так же опасно, как и его недостаток. Грубые очищающие средства с агрессивными ПАФ способны растворить не только косметические средства пыли, грязь, но и липиды кожи, что может нарушить гидролипидную мантию. Как часто нужно умываться? Два раза в день. Утром мы очищаем кожу от избытков кожного сала, скопившихся за ночь. А вечером смываем остатки пыли, грязи, косметических средств и готовим ее к вечернему уходу. Расскажу о двух этапах, которые действительно необходимы. Для того, чтобы полноценно очистить кожу, нужно несколько средств. На первом этапе нужно смыть остатки косметических средств. Даже если вы не используете косметику, а в вашем уходе есть средства с СПФ-фактором, этот этап обязателен. Средства для домакияжа специально разработаны для того, чтобы растворять плотные жирные композиции, нанесенных уходовых средств, макияжа и защитных кремов. А также для того, чтобы растворить плотные жесткие частички грязи. К ним относятся различные мицеллярные средства и гидрофильные масла. Важно знать, что все эти средства содержат павы и их важно смывать водой. Они не должны долго находиться на коже. Также важно правильно их наносить. Сначала средства для макияжа нанесите на ватный диск и приложите к коже на 20-30 секунд. Далее мягко уберите остатки макияжа. Если вы выбрали гидрофильное масло, то его можно наносить не только ватным диском, но и руками. Нанесите масло на лицо, влажными руками помассируйте кожу. И когда масло превратится в легкую эмульсию, оно растворит все остатки косметики и грязь. Далее нужно все тщательно смыть водой и перейти к следующему этапу умывания. Средства для следующего этапа мы выбираем по состоянию и типу кожи. Это может быть любой тип продукта. Гели, пенки, муссы. Все они хорошо смывают остатки средств для демакияжа. Здесь все зависит от состава средства. Для чувствительной и сухой кожи подойдут средства на масляной основе с успокаивающими компонентами. Обладательницы чувствительной кожи могут попробовать умываться кипяченой водой, чтобы избежать дополнительного раздражения. Для жирной и проблемной кожи можно использовать гель или пенку сиборегулирующими или противовоспалительными компонентами. Нормальная кожа тоже требует полноценного умывания. Обратите внимание на гели и пенки с увлажняющими компонентами. Независимо от типа кожи старайтесь выбирать средства на основе мягких неиногенных паф. Давайте сформулируем 4 основных принципа этого этапа очищения. Первое. Выбирайте средства по типу и состоянию кожи. Второе. Не используйте средства с агрессивными павами. Нужно умываться прохладной водой комнатной температуры. Если кожа чувствительная, умывайте ее кипяченой водой. И последнее. Ваше полотенце должно быть мягким. Не трите лицо, а просто промокните его после умывания. Можно ли обойтись одним универсальным продуктом? В утреннем умывании – да. А вечером следует сначала снять макияж, а потом умыться правильно подобранным средством. Основной минимум – это средства для умывания и тоник. Как правильно подобрать тоник, смотрите в нашем видео. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки и задавайте ваши вопросы в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok